Итак, друзья, в Windows 11 появились виджеты сторонних разработчиков. Ну, к сожалению, пока что новшества доступны в районе тестовой сборки. Ну, а тестовые сборки недоступны для россиян, к сожалению. Компания Microsoft... Ну что ж, можем читать вот переведенные статьи. Компания Microsoft выпустила новую тестовую сборку операционных систем Windows 8 на канале для разработчиков. Dev еще раз недоступен в России. Я это причем проверял себе на канале. Сборка доступна участникам программы Windows Insider. Главным новшеством сборки 25.2.1.7 стала давно ожидаемая поддержка виджетов, созданных сторонними разработчиками. Вот здесь, кстати, пример есть. Участники Windows Insider теперь могут приступить к разработке и тестированию виджетов для своих приложений. Виджеты можно добавить на доску виджетов, которая в настоящее время заполняется только веб-контентом. Предлагаемом Microsoft. Поскольку это предварительная версия, разработчики пока не могут размещать приложения с поддержкой виджетов в Microsoft Store. Соответственно, пользователи не могут просто найти приложение с виджетами прямо сейчас. Друзья, вот такое вот обновление. Напомню, что в России, к сожалению, недоступны последние обновления Windows 11 и Windows 2. H2, но и отчасти хорошо, потому что вместе с этим обновлением пришло огромное количество багов. В частности, фрезы, огромные фрезы в играх. В частности, не работают, значит, принтеры и так далее. Об этом я уже выпускал в выпуске. Друзья, вот собственно и все. Такая вот новость. Ссылка на нее будет в описании. Все, добре, все, пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok